Всем привет! С вами снова я Максим Богинский с новостями недвижимости Большого Торонто. Сначала я хочу немного рассказать о статистике, так как март месяц этого года был показательным для рынка Торонто. В моем видео, которое вышло на нашем канале два месяца назад и называлось стоит ли верить статистике, я подробно рассказывал, как считает статистику Совет по недвижимости Торонто и можно ли ей доверять. Так вот, статистика марта этого года в действительности очень важна, так как прошлогодний пик цен пришелся именно на март 22 года. Соответственно, в этом марте Совет по недвижимости Торонто сравнивал март 2022 года с мартом 2023, что дает реальное представление о ситуации на рынке недвижимости. В последующие же месяцы цены будут сравниваться с теми месяцами прошлого года, когда было падение цен. И статистика в годовом исчислении уже не будет корректной. Итак, в среднем цены за год март 2002 по март 2023 упали на 14%. Самое большое падение в сегменте semi-detached домов это 17,4%, самое меньшее в 13% на кондимидиумы. Количество совершенных за год сделок упало на 36,5%, а количество недвижимости выставленной на продажу аж на 44,3%. То есть количество объектов недвижимости, выставленных на продажу, упало почти на 10% больше, чем количество сделок, что однозначно свидетельствует о нехватке предложений на рынке. Статистика падения цен, конечно, очень усредненная. Больше всего пострадали отдаленные районы, такие как Ниагарский регион, Берри, Московка. То есть за прошедший год самое большое падение цен было там, где цены больше всего росли в 2021 году во время пандемии. Наименьшее падение мы увидели в центральных районах города и связано это с тем, что многие переехавшие в отдаленные районы во время пандемии после открытия офисов были вынуждены вернуться в центральную часть житей, откуда добираться работой гораздо быстрее. В марте-апреле этого года мы увидели некоторое оживление рынка. Пока нельзя сказать, что на рынок вернулся спрос. Пока это лишь сезонное оживление рынка, традиционно сопутствующие весенним месяцем. Незначительный рост цен в период февраль-апрель этого года связан с крайне малым количеством предложений на рынке недвижимости. Реальное же возвращение покупателей на рынок я ожидаю не раньше осени этого года. Опять же, многое зависит от ставок кредитования и будущих показателей инфляции. Казательно ставок кредитования. 12 апреля Банк Канады второй раз подряд оставил процентную ставку без изменений. И теперь нам остается только дождаться следующего заседания Банка Канады 7 июня. Если ставку не поднимут в июне, это будет означать, что инфляция падает, как планировали, и приблизительно через 6 месяцев ставка финансирования Центрального банка начнет снижаться. Если все пойдет по плану и ставка кредитования не будет поднята в июне, то, по моему мнению, оживление рынка мы увидим уже осенью этого года. Возвращение покупателей на рынок не будет молниеносным, а растянется примерно на 6-8 месяцев. Более обеспеченные покупатели вернутся на рынок первыми, менее обеспеченные будут ждать нормализации ситуации с кредитованием. Так как до тех пор, пока ставка кредитования не станет в 3-3,5%, их квалификация на моргич останется крайне затруднительной. Уже сегодня мы видим увеличивающуюся активность инвесторов. Опять начал появляться спрос на Pre-Construction проекты в GTA. Некоторые из тех немногих Pre-Construction проектов, которые выходят на рынок сегодня, продаются с очень хорошими дискаунтами. Практически под ценам 2021 года. Кроме этого, пока и близко нет того сумасшедшего ажиотажа, к которому мы привыкли в предыдущие годы. Соответственно, есть возможность выбора планировок и так далее. Для покупки Pre-Construction проекта сегодня не требуется моргич. Получать его нужно будет через 4-5 лет по окончанию строительства. Кроме этого, кризис явно заканчивается. И начало следующего очень серьезного витка цен вверх уже не за горами. Вопрос только, когда это начнется. Я думаю, что ралли цен вверх начнется с середины следующего года. Соответственно, покупая сегодня, на начальном этапе строительства, в тех проектах, где строительство планируется закончить через 4 года, инвесторы могут рассчитывать на отличную прибыль. Вот только выбирать проекты надо очень тщательно. Так как сегодня на рынке есть девелоперы, пытающиеся продать проект по явно завышенным ценам. Как правило, это не очень финансово стабильные девелоперы, которым для реализации проекта требуется большое аккредитование. И продавать дешевле они просто не могут. Но в то же время есть девелоперы, которым нет необходимости в кредитовании вообще, или же нужно лишь незначительное кредитование. И, соответственно, они могут продавать дешевле. Строить им надо по-любому, и они вынуждены продавать проекты с большим дискаунтом. Такие проекты на рынке есть, и они, безусловно, интересны для инвестиций. На сегодня это все, что я вам хотел рассказать. С вами был Максим Богинский, брокер оф рекорд и владелец компании Right at Home Reality Investments Group. До новых встреч!